Привет всем! Сегодня у меня для вас на обзоре потрясающая евро двухкомнатная квартира площадью 42 квадратных метра. Здесь использованы только самые качественные отделочные материалы. Смотрите этот ролик до конца, вы узнаете чем отличается бюджетный ремонт от небюджетного. Сколько стоит по-настоящему качественный ремонт в 2024 году. Ну и конечно увидите, как из обычной однушки получилось сделать очень стильную евро двухкомнатную квартиру с изолированной спальной комнаты. Никуда не переключайтесь, мы начинаем. Мы с вами находимся в прихожей. От застройщика здесь была стандартная однушка. Вот так шла перегородка, был вход на кухню и вход в комнату. Мы демонтировали эти перегородки, они кстати были из гипсокартона. И возвели новые перегородки, уже согласно нашего проекта из газобетонного блока. Переделали полностью всю предчистовую отделку от застройщика. Выполнили заново всю штукатурку стен по маякам, устройство наливного пола. Полностью вся замена электрики, приборов отопления и многое другое. Именно поэтому этот ремонт нельзя назвать бюджетным. Это очень качественный ремонт в категории комфорт плюс. В прихожей установлена новая входная дверь. Вместо той, что была от застройщика, стильная дверь с зеркалом. Дверь имеет три контура уплотнения. Это значит, что у нее очень классные характеристики по шумоизоляции. Очень увесистая, надежная дверь. Множество всевозможных замков производителя Galleon. У нас всегда устанавливается вот такой сейф. Для того, чтобы все мастера, все подрядчики, мебельщики могли беспрепятственно попасть на объект. Не нужно было делать огромное количество копий. Или прятать ключики где-то в подъезде. Это неудобно. Здесь устанавливаем домофон, розеточка, выключатель и управление светом. Ну и сразу такая просторная перед нами картина. Здесь подвесная тумба. Подвесная консоль с выдвижным ящиком для хранения. Там средств обуви, ключей. Еще всевозможных принадлежностей. Здесь можно поставить сумочку. Ну и большое зеркало также присутствует. Есть у нас межкомнатная дверь, ведущая в душевую комнату. И еще одна межкомнатная дверь, ведущая. Сейчас покажу куда. За этой межкомнатной дверью скрывается гардеробная. Здесь уже установлены все системы хранения. Заранее продумали, где что будет находиться. Сделали несколько выдвижных ящичков. Здесь можно хранить какие-то сезонные вещи. Там варежки, шапки. Здесь отдельный отсек для сушилки, гладилки. Здесь штанги для зимней одежды. Там можно тоже сложить множество вещей. Здесь установлен электрический щит со всей автоматикой. То есть застройщик он был, если я не ошибаюсь, на дверь у входной. Его перенесли сюда, сделали его встраиваемым. То есть вмонтировали в стену, установили все автоматы. Также для контроля напряжения. Это такая необходимая вещь для того, чтобы уберечь вашу бытовую технику от скачков напряжения. Также здесь есть несколько розеток и вывод от интернета. То есть здесь будет установлен Wi-Fi роутер. Можно будет его беспрепятственно подключить. Поэтому, когда наши заказчики сюда уже переедут, вызовут представителя провайдера. И он легко и просто его подключит. Идем дальше. Пойдемте с вами посмотрим основное помещение. Большая просторная кухня-гостиная. Вот так круто это все выглядит. Очень стильно. Начнем с кухни. Кухонный гарнитур уже установлен. Установлен вот такой классный обеденный стол. Из керамогранита столешница. Стол можно раздвинуть, если у вас больше гостей над столом. Современная стильная люстра. Давайте сделаем обзор кухонного гарнитура. Здесь в пенале встраиваемый холодильник. Морозилка. Здесь всевозможные выдвижные ящички. Здесь будет мусорное ведро. Фильтр. Кстати, вот столешница здесь выполнена из акрила. Раковина, подклеиваемая снизу. То есть у нее нет вот такого борта. То есть она не вот так устанавливается. А снизу подклеивается. Это очень удобно для того, чтобы здесь все вытирать. Не образовывались никакие проблемы с этим. Кстати, вот еще одна интересная особенность этой столешницы. Она, видите, летая и заходит наверх. То есть обычно столешницы устанавливаются прямо под фартук. А здесь сделан такой специальный как бы бордюр. Тоже очень интересное решение. Не так часто с ним сталкиваюсь. Фартук, кстати, из крупноформатного керамогранита 120 на 60. Выведены розетки для подключения бытовой техники. Как правило, это чайник, тостер, кофемашина. У кого что. Далее здесь множество ящиков для хранения. Вот так выглядит мойка. Посмотрите, как круто сделана мойка. Сушка, вернее. Так, этот ящик открывается с этой стороны. Здесь у нас над варочной поверхностью логична вытяжка. Выдвижные ящики для столовых приборов. Здесь можно еще что-то хранить. Сковородки, кастрюли и так далее. Фурнитура Боярд. Такой фабричный Китай. Довольно неплохого качества. Встраиваемая техника бытовая. Духовой шкаф, микроволновка. Снизу вот этот сек обычно используется для хранения всяких противеней, еще чего-либо. Здесь можно хранить сладости. Не знаю, в общем, кто о чем, да. В плане потолка. Во всей квартире установлен натяжной потолок. Белый матовый на теневом профиле. Напомню, теневой профиль создает вот это красивое, аккуратное примыкание плоскости стены и потолка. Достаточно такое современное, популярное решение. Также теневой профиль идет не только вдоль стен, но и вдоль фасадов мебель. Такое решение требует особого подхода. То есть необходимо продумать изначально, где будет установлена мебель. Как она будет, каких она будет габаритов. И смонтировать потолок четко вдоль фасадов мебели. И потом уже мебельщики устанавливают мебель в заранее продуманное место. Здесь зона лоджии. Лоджию, конечно же, утеплили. Заменили стандартный радиатор отопления на вот такого красавца. Стальной вертикальный черный радиатор отопления дизайнерский. На лоджии есть подсветка в скрытом карнизе под шторы. Также есть вот такой трек. Очень стильный, встраиваемый. Есть рабочее место. Здесь у нас такой выдвижной ящик с доводчиком. Здесь стеллаж. Можно хранить декор, цветы. Еще несколько закрытых ящиков. Также розетка здесь. Розетки там очень много под столом, розеток и выводов для интернета. Теперь поговорим в целом об отделке. Все стены в этой квартире были перештукатурены по маякам. О чем мы изначально говорили. Сделано это для того, чтобы получить качественный результат. В чем разница при чистовой отделке от застройщика, то есть той штукатурки, которая зачастую у многих есть, когда они покупают квартиру, и маячной штукатуркой, которую производим мы, которые выполняют другие подрядчики по ремонту. Отличие в чем? В том, что при чистовой отделке от застройщика имеет достаточно много допусков. То есть стены визуально ровные, но когда мы ставим приборы, когда мы ставим правила, мы видим, что очень много допусков. Стены могут иметь допуски в сантиметр, иногда и более. Тогда как маячная штукатурка, которую делаем мы, имеет допуск всего несколько миллиметров. И это особенно заметно в таких местах, в местах примыкания мебели к стене. Вот, например, здесь у нас идет мебельный фасад и далее идет стена. Соответственно, для того, чтобы здесь не было зазоров, чтобы все было ровно, то есть вот эта щелочка, которая есть, технический зазор в миллиметр, она шла везде. Необходимо, чтобы вот эта стена была ровная. Если мы бы делали вот то же самое, но со штукатуркой от застройщика, то стена бы шла вот так. То есть где-то у нас была бы щель 4 миллиметра, где-то вообще бы ее не было и так далее. Здесь все зависит от того, как вы к этому относитесь. Многие наши заказчики очень требовательны и хотят получить результат миллиметр в миллиметр. Для этого, конечно, нужно сделать достаточно огромный блок работ. И поэтому это стоит дороже, чем обычный бюджетный ремонт. Но если вы не столь требовательны к миллиметрам, то вполне возможно сэкономить на этой части работ и оставить причастовую отделку от застройщика. Ну а мы идем дальше. Давайте посмотрим зону гостиной. Здесь уже заказчики завезли мебель. Уже стоит вот такое мягкое кресло, диван, также вертикальный радиатор отопления. Выведена трасса для подключения кондиционера. Смонтирован также скрытый карниз с подсветкой для штор. Установлена подвесная консоль под ТВ-зоной с выдвижными ящиками. Далее здесь будет установлен телевизор. Ну и самое интересное, это изолированное спальное место, которое находится в таком отдельном пространстве и закрывается вот такими стеклянными раздвижными перегородками. Слегка притонировано стекло. Но это еще не все. Здесь есть также скрытый карниз под шторы с подсветкой. То есть можно будет полностью закрыть шторой и вообще никто не будет видеть, что здесь находится. Здесь уже установлена двухспальная кровать. Есть такой стильный брас-светильник. Установлена подвесная тумба, управление светом, розетки, чтобы заряжать телефон. В общем, очень круто. Получилось на 42 квадратных метра уместить все. И полноценная кухня с большим кухонным гарнитуром, и отдельно стоящий обеденный стол, и рабочая зона, и гостиная полноценная. Тут будет огромная плазма. Еще и спальня, и душевая, куда мы скоро с вами направимся. Ну а прежде хочу рассказать немножко о том, что это на стенах. То есть вы наверняка смотрели сейчас мой обзор, думали, это покраска. Вот такая классная. Но на самом деле нет. Это обои. Однотонные обои от производителя Миласа. Это очень качественный, очень тонкий обои, имитирующий, ну по-настоящему, крутую покраску. Здесь все стены оклеены такими обоями. Это очень кропотливая работа, потому что обои очень требовательны. Очень требовательны. И, к слову, небюджетны. Стоимость рулона обоев, если я не ошибаюсь, от 5 или от 6 тысяч рублей начинается. На полу здесь везде уложен кварц-винил, единым полотном, кроме санузлов. Напомню, что кварц-винил – это современное напольное покрытие, которое не боится воды. Выглядит кварц-винил так же, как и ламинат, имитирует либо натуральное дерево, инженерную доску, паркет, либо имитирует керамогранит. Тоже у нас есть несколько видеообзоров, где мы показывали именно такой кварц-винил. Ну что, пойдемте смотреть душевую комнату. Стены и пол облицованы крупноформатным керамогранитом под бетон. Под напольной плиткой теплый пол. Управляется он с помощью терморегулятора. Вот здесь он располагается. Все полы в одной плоскости. Для этого необходимо было залить стяжку в разных плоскостях, чтобы потом и кварц-винил, и керамогранит сошлись в единой плоскости. Установлена инсталляция с подвесным унитазом. Над инсталляцией собрали вот такой симпатичный шкаф с подсветкой. В шкафу множество мест, чтобы что-то хранить. Также здесь располагаются фильтры грубой очистки воды, системы от протечек и проточный водонагреватель. То есть это тоже такой атрибут очень качественного ремонта, когда все сантехнические коммуникации переделываются, когда в квартире собирается вот такой полноценный узел учета с фильтрами, с проточным водонагревателем, системой от протечек. Это, согласитесь, очень важно иметь в квартире такой продуманный узел учета, а не просто два краника где-то за пластиковым лючком, перекрывающий воду. Здесь будет располагаться стиральная сушильная машина. В колонну выведены все коммуникации. Над ними вот такой шкаф еще дополнительно для хранения. Надо хранить все, что угодно. Подвесная тумба, накладная раковина, зеркало с подсветкой. Ну и, конечно же, душевая кабина. Поддон выполнен в строительном исполнении. Облицован также керамогранитом. Посмотрите, как сделана плитка. То есть все разрезано такими лучами для того, чтобы сформировать нужный уклон, и вода беспрепятственно уходила в душевой трап. Вот зона душевой выполнена в плитке под дерево. Все остальное под бетон. Установлена душевая система с изливом, лейкой и верхним тропическим душем. Но все это закрывается вот такими стеклянными перегородками. Потолок здесь также натяжной. По освещению использованы вот такие крутые стильные световые линии. Можно сделать абсолютно любой рисунок. Уникальный, чтобы он нравился вам. Ну что, вот такая приятная квартира, на мой взгляд, получилась. Напишите в комментариях, что вам здесь понравилось. Что бы вы сделали по-другому. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте. Я очень люблю читать ваши комментарии. Увидимся в комментариях, пообщаемся. Не забывайте поставить лайк, если вам, конечно, понравилось. Подписаться на наш канал. Ну, я с вами прощаюсь. Увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok